Ну так и вы! Пропущу вас! Но только выставку руками не трогай! Обещаете, ребята? Давая это обещание стражу огорода, дети еще и понятия не имели, как трудно будет его сдержать. И не пощупать тыкву из пуговиц, не поиграть с миньоном или тыквенным замком для фей и гномиков. Наши тыквы такие веселые, потому что у нас просто все тыквы страшные, а наша не страшная тыква, потому что она там в этой корете золушка. Кстати, мы уже как-то привыкли, что из тыквы вырезают только что-то со светящимися глазами и зубами. А оказывается, получаются из нее очень веселые подделки, такие как эта совинная семья. Еще недавно тыквы росли на одной грядке, а теперь надели шляпы, береты и стали украшением выставки. Тыква на самом деле это вообще такой семейный такой овощ, да, насколько мы знаем. Поэтому разлучать мы ни в коем случае не хотели вот это вот изначальное семейство. И вот каждый вот участник, который расписывал, расхватал прям по возрасту. Тыкву-карету, которая уже давно подана, мастерили дети из кружка «Бусинка за бусинкой». Поэтому сразу понятно, почему она вся в бисере, блестит и переливается. Кажется, сейчас распахнется дверь и выскочит золушка. Одна девочка у нас принесла большую тыкву, она выращена. И мы ее украсили. Еще две девочки принесли, две лошадки. И что получилось? Красивая, сказочная карета. А Ваня ходит в кружок мягкой игрушки и тоже, как мог, помогал друзьям и педагогу создавать эту корзинку. Но сейчас ему больше нравится джек из тыквы, который поймал зубами яблоко. Мы шьем всякие игрушки. И мы недавно шили, как вы видите, тыквы. Педагог нам помогал, и он объяснил, как нам шить эти игрушки. И он пока шил подушки, мы шили тыквы. Дашу обвили за шею два тыквенных кота, хвостами. Вообще-то, это часть композиции у котов, есть и хозяйка. Говорят, она грустила, осенняя, такое настроение. Поэтому и смастерили ей питомцев, чтобы сама улыбалась и детей веселила. Редактор субтитров А.Семкин